Антонина Ефимовна Кузнецова родилась в деревне Федосово в Псковской области. Женщина выросла многодетной семье. Закончив семилетку, юная Тоня отправилась в Ленинград, где закончила четыре курса медицинского училища. Когда началась война, Антонине Ефимовне было 17 лет. Я была как раз на работе и вот объявили войну. Я стояла у репродуктора и слушала. Я не понимала, что такое война. Почти 900 блокадных дней стали тяжелым испытанием для Антонины Ефимовны. Голод наступил мгновенно, а жить было негде. Антонина Ефимовна отправилась работать в военный госпиталь, где ей приходилось трудиться днями и ночами. Прошу ли там, как с белочки. Сколько мне лет, это не важно. Я и полы мыла, и медициной занималась, и у стерильного стола стояла. Все было. Все делала, что надо, все делала. В госпиталь с каждым днем поступало все больше людей с истощением и различными ранениями. 42-й год врезался в память Антонины Ефимовны, как самой страшной в истории родной страны. И на глазах умирали. Вот идешь, человек 200 больных. Вот пока проходишь, шла, он был живой, ребят, человек. А дошла уже мертвой. Немцы бомбили город рано утром и поздно ночью. Антонине Ефимовне и другим сотрудникам госпиталя приходилось на руках спускать больных и раненых в подвал, чтобы спастись от фашистских пуль. Антонина Ефимовна героически справлялась со всеми тяготами жизни в блокадном Ленинграде. Ей удавалось собирать маленькие кусочки хлеба, чтобы спасти своего брата-инвалида от голодной смерти. В госпитале Антонина Ефимовна познакомилась со своим будущим супругом. В годы войны они сыграли свадьбу, после чего муж отправился на фронт. Антонина Ефимовна переехала в Польшу, где продолжила работать по профессии. И только спустя 9 месяцев объявили долгожданную победу. Целовались, встречались с любым человеком, обнимались, целовались, радовались все. Но это невозможность. 14 лет назад Антонина Ефимовна переехала в наш город, где живет и по сей день. Сегодня женщине 95 лет. У Антонины Ефимовны четыре внука и подрастают шесть правнуков.